Всем привет! Наткнулся сегодня на одну довольно важную статью для многих автомобилистов. Называется она «Как подушки безопасности убивают людей». Для тех, кому будет интересно, ссылка будет в описании. Значит, вкратце объясню. Рассказывается здесь о том, что одна из крупнейших компаний Takata по производству подушек безопасности много лет поставляла на конвейеры крупных мировых автопроизводителей свои подушки безопасности. Впоследствии выяснилось, что такие подушки могут не только не спасти вас при ДТП, но и убить вас в прямом смысле этого слова. Суть проблемы заключается в том, что при срабатывании подушки и поджиге активного вещества выделяется слишком много газа. И повышенное давление газа в газогенераторе разрывало его на куски. Подушка срабатывала неправильно или вовсе не срабатывала, а металлические куски корпуса пиропатроны летели в салон и калечили людей. Вот такой вот кусочек шрапнели может вам прилететь в голову. Причем устанавливались эти подушки на огромном количестве автомобилей и сейчас происходит отзыв таких автомобилей для их замены. Значит, здесь нам предлагается в этой статье перейти на сайт для того, чтобы проверить, подходит ли ваш автомобиль под отзыв. Значит, вот у нас этот сайт открыт. Здесь мы находим список автомобилей. Вот, например, допустим, у вас Audi. Вы открываете Audi и смотрите. Например, у вас A6 Avant 2008 года. Значит, ваш автомобиль в зоне риска. Вам следует пройти по другой ссылочке, вбить ВИН-код и посмотреть, установлена ли у вас подушка Takata на вашем автомобиле. Здесь, как видите, вполне много свежих автомобилей. Даже вплоть до 2016-2017 год. Будь это BMW 7-13, X5, BMW X3, 7-10 год. То есть, у многих моих знакомых есть такие автомобили. И, возможно, они попадают под этот отзыв. Значит, здесь Honda Accord, Civic, CR-V. И, ну, большое количество автомобилей, на которых устанавливались эти подушки. Вот, Jaguar XF, Toyota, Volkswagen. То есть, если у вас есть такой автомобиль, советую вам пройти и проверить его по этому сайту. Дальше мы перешли по ссылочке. Здесь можно вбить ВИН вашего автомобиля. Значит, я пробовал вбивать ВИН автомобиль своих клиентов. Ну, в основном, как бы, не все они бьются. Пишут, что, типа, ваш ВИН не найден. Обратитесь на сайт производителя или, значит, обратитесь к официальному дилеру. Вот у меня попался один Chevrolet Aveo 2010 года. И вот здесь есть одно предписание, которое не выполнено. Значит, я перешел на GM-овский сайт, вбил этот ВИН. И мне выдало, что... Вот, следующие отзывы и программы были найдены для вашего Chevrolet Aveo 2010 года. То есть, конечно, перевод Google-переводчик. Такой немножко кривоватый. Значит, длинная тормозная педаль путешествия из-за тормозного модулятора. То есть, по всей видимости, длинный тормозной путь из-за тормозного, ну, возможно, главного тормозного цилиндра, либо гидроблока ABS. Да, это, конечно, отзыв не по подушке. Но, в любом случае, на этом автомобиле он не выполнен. Косяк по тормозам есть. Так что клиент может посвободно обратиться к официальным дилерам. Несмотря на то, что там автомобиль 2010 года, гарантийно, не гарантийно, не важно. Для чего я вообще все это рассказываю? По-хорошему, если вы первый владелец автомобиля, то дилер сам к вам обратится. Или вам придет письмо от производителя о том, что ваш автомобиль имеет такой косяк, и вам нужно обратиться в дилерерский центр для его устранения. Но, если вы уже не первый владелец автомобиля, возможно, вас никто искать не будет и не найдет. И если там вам сейчас попадется эта информация, и реально на вашем автомобиле установлена подушка этой фирмы, то, возможно, это спасет вам жизнь когда-нибудь. Поэтому, если вам интересно, если у вас есть автомобили, у ваших родственников есть автомобили, поделитесь, пожалуйста, этим видео, или репостните вот эту статью на драйве. Желательно, чтобы об этом знало как можно больше людей, потому что кто-то может вообще никогда об этом не узнать. Если вы обнаружили свой автомобиль в этом списке, обязательно отпишитесь и расскажите, устранили ли вам эту проблему или нет. Всем спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok